Итак, друзья, у нас, так как все наши принципы мы берем из природы, не из медицины, не из ложных наук, а от природы, от тех законов, которые происходят в мире, просто наблюдая за ними, мы делаем выводы, которые помогают нам оставаться здоровыми, жить долго и обрести некое внутреннее целостное такое умиротворение. Поэтому сегодня у нас вот такая обстановка, очень красочная, очень приятная, благотворная, пускай это благодать на каждого из вас коснется. Хорошо, я хочу рассказать вам о трех вещах, трех продуктах, которые ведут нас к смерти, которые ведут нас к смерти, которые ведут нас к болезням, и это в современном мире происходит постоянно и повсеместно. Каждый человек, ну я не знаю практически, наверное, никого сейчас из моего окружения, кто бы так или иначе не касался этих трех вещей. Первое. Это сахар. Сахар, столько об этом говорено, столько рассказано. Это сахар, белый сахар, который является, по сути, началом к огромному количеству болезней. Сам по себе сахар в природе, вот если вы оглянетесь, да, максимум это мед, это, наверное, самый сладкий продукт. А так, любому живому существу, там, животному или даже человеку, чтобы добыть сахар в условиях природы, ему, ну как бы его в природе, в естественной среде не существует. Не существует такого продукта, который был бы таким же концентрированным, таким же жестким для наших внутренних биологических процессов, как сахар. Сахар ломает всю нашу тонко настроенную систему ферментов, систему гормонов, систему, которая работает на усвоение пищи. Эта система просто рушится от каждого приема сахара. Один раз это пробой, два раза это разрушение, три раза приема сахара и дальше, впоследствии. Это уже нарушение всех биологических процессов и появление болезней. Второй продукт это хлеб. Хлеб на сегодняшний день также является очень-очень-очень вредным продуктом, который наносит вред, непоправимый вред нашему здоровью. Почему хлеб? Хлеб всегда считался головой, хлеб всегда считался основой нашего стола, русской кухни. Хлеб всегда присутствовал. Почему сейчас такое положение вещей, что хлеб очень вредный? Дело в том, что около 15-20 лет назад почти все сорта пшеницы, пшеница, рожь, овес, ячмень, они были заменены на генно-модифицированные сорта, которые содержат большое количество клейковины. Клейковина. Это то, что содержится в зерне, в четырех видах зерна. Пшеница, рожь, ячмень, овес. Вот. Если кто-то считает, что овсяная кашка по утрам это полезно, нет, друзья мои, не полезно. Клейковина, вот эта, которая содержится в зерне, она, наш кишечник состоит из таких ворсинок. И клейковина, если вы возьмете тесто, ну, пшеничное тесто, вот, да, оно тянется. Вот эта вот тянучесть происходит за счет вот этой вот клейковины. И клейковина забивается между ворсинками кишечника, и там начинаются процессы гниения. Эти ворсинки отмирают, и кишечник наш внутри становится, ну, как бы лысым. Он без ворсинок, он становится просто гладким. И пища, которую мы употребляем, она начинает усваиваться гораздо в меньшей степени, и еще больше откладывается в кишечнике, еще больше забивает его, приводя к различным гнилостным процессам, от чего у нас дальше появляются уже болезни. Во-первых, вредоносная микрофлора появляется, бактерии гниения, да. А во-вторых, у нас сами процессы гниения вызывают различные язвы, там, куча-куча. Сейчас не буду перечислять медицинские слова, не хочется в таком чистом месте использовать даже терминологию медицинскую. Настолько это скверная наука. Вот эти зерна, хлеб и все, что из этих четырех видов зерна сделано, на сегодняшний день это, ну, практически всегда наносит вред организму. Когда это умножается на годы использования, годы употребления в пищу, да, то это приводит к различным, более серьезным болезням, там, как онкология и так далее. Вот. Третий продукт, который ведет нас к смерти, к болезням, к страданиям и к разным вещам, это мясо. Сразу оговорюсь, друзья мои, не поймите меня неправильно. Я не являюсь вегетарианцем, я люблю мясо, я его ем, вот. Но почему я говорю о том, что мясо у нас такой токсичный, ядовитый продукт? Дело в том, что в современном мире чистого мяса не существует. Даже если вы берете мясо на рынке, даже если вы берете мясо в каком-нибудь там сельском кооперативе, ой, кооперативе, там, фермерском хозяйстве, да, все фермеры сейчас используют добавки для того, чтобы скотина росла быстрее, для того, чтобы она набирала быстрее вес, вот, это первый момент. Потом транспортировка. Так как мясо приводится в город, в основном, да, в деревне все копейки стоит, чтобы как-то заработать, выжить, людям надо мясо везти в город. Оно консервируется, оно обрабатывается химикатами. Если это большой объем, например, какое-то фермерское хозяйство, которое поставляет на какой-нибудь мясокомбинат какие-то объемы, то это обязательно используются различные консервирующие вещества, которые сами по себе являются токсинами. Они убивают жизнь, и от этого мясо не портится. В природе, вот у нас природа, да, если что-то жизнь покинула, растение, например, все, жизнь ушла, то это растение очень быстро разбирается на составляющие части, то есть оно пропадает, разлагается, уходит в почву, и другие формы жизни могут это использовать впоследствии дальше. Когда, если бы мы законсервировали это, да, убили в нем всю жизнь, уничтожили все механизмы вот этого вот разбирания на составные части продуктов, то тогда мы бы и получили современное сельское хозяйство, промышленность современную, различные производства по изготовлению пищи. Вот, то есть мясо сейчас, я не против употребления мяса в пищу как такового, но я против употребления мяса современного, которое мы видим в городах, которое продается в магазинах, которое даже на рынках продается. Мясо можно употреблять только, если вы его, там, не знаю, добыли на охоте, либо где-то в деревнях, ну, уж совершенно в частном порядке, когда там бабушка держала одну корову или свинью, и вот она ее забила, и каким-то чудом вам посчастливилось вот этот кусочек мяса у нее приобрести, тогда да, тогда это мясо можно кушать. Но все остальное, а это 99% всего мяса, я в пищу не рекомендую употреблять никому. Вот, теперь подведем итог. Еще раз, три продукта. Сахар, сахарный диабет, нарушение обмена, сбой всех гормонов. Хлеб, все, что сделано из четырех видов зерна, ячмень, пшеница, овес и рожь. Да, вот, все, что сделано из четырех видов, потому что это клейковина, потому что это глютен, потому что это болезни кишечника и пищеварения. А это у нас 80% в принципе всех болезней организма. То есть начинается с нарушения питания. Вот, и третий момент, это мясо. Еще раз повторю, я не за то, чтобы быть вегетарианцем, хотя это, наверное, в каких-то некоторых целях очень хорошая вещь. Но я за то, чтобы использовать чистое мясо. А так как чистого мяса сейчас нет, поэтому мясо я практически не употребляю, очень редко. А я желаю всем здоровья, друзья мои. Мира вам и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова